здравствуйте наводя порядок в старых вещах на чердаке наткнулась на курточку времен студенчества моей дочки смотрите какие прекрасные пуговицы на ней были что я не удержалась вот их отрезала и решила я сделать из них новогоднее украшение ну вот такая получилась у меня брошечка ну я еще не решила это будет брошка или кулон ну это может быть даже трансформер смотрите сюда можно будет сделать из проволочки ушка и она будет как кулон когда вам не захочется носить это кулона можно просто или пришить на одежду или поставить застежку и будет брошка ну вот как это делается я вам сейчас покажу пуговицы оказались достаточно качественными они ну конечно они не очень прозрачные так как хотелось бы но они стеклянные не пластмассовые ну и в изделии смотрятся довольно неплохо ну вот смотрите значит здесь я набирала 14 пар бисеринка и кристалли кристаллик у меня здесь 3 на 4 но так как чтобы не повторяться я вот решила сделать в зеленом виде а эти кристаллики они 2 на 3 немножко меньше поэтому на данную пуговичку их нужно набирать не 14 а 16 вот но я набрала вот чтобы уже время сэкономить набрала их и завязала в колечко узи второй кончик нам не нужен мы его обрезаем зажигалочкой можно немножечко припалить а можно будет оставить с внутренней стороны и его общение будет видно значит смотрите иголочкой мы проходим в любую вот выходим допустим вот здесь иголочкой выходим так что мы тут путаемся нет леску примерно на вытянутую руку я взяла леска у меня самая обыкновенная вот 0 2 миллиметра из рыбацкого магазина значит смотрите что мы сами делаем я не очень большой любитель оплетения бусин кабошонов поэтому более простой и более как бы быстрый способ есть такой вот мы набираем смотрите набираем и здесь 9 бисерин 9 надо хорошо проверять чтобы не набирать лишнего так вот 9 бисерин и проходим смотрите вот сюда вот обхватываем бусинку иголочкой проходим дальше смотрите через эту бисеринку и через эту бусинку и выходим вот здесь вот смотрите следующий раз мы набираем уже восемь бисерин раз вот набрали 8 и бисеринок и проходим иголочкой смотрите вот сюда в последнюю бисеринку которая от нашего лепесточка вот прошли и заходим сразу в нашу бусинку не заходя вот в эту бисеринку а дальше проходим также проходим вот эту бисеринку и выходим следующие бусинки вот здесь перед бисеринкой вот у нас получился такой лепесточек для цветочка еще раз набираем 8 бисерин вот 8 бисеринок и делаем то же самое смотрите проходим вот в эту бисеринку вот дальше в бусинку в следующую бисеринку и в следующую бусинку и выходим вот здесь ну и я думаю вы дальше проплетете самостоятельно а мы с вами встретимся на последнем лепесточке вот смотрите какая красота у нас получается мы дошли с вами до последнего лепесточка и для того чтобы он был такой же как и все остальные мы должны с вами смотрите что сделать мы проходим в первую бисеринку от самого первого лепесточка набираем 7 не 8 а 7 бисерин набираем 7 бисерин и проходим вот в эту бисеринку которую но как мы делали предыдущие все наши лепесточки и по ходу давайте пройдем где-нибудь но вот выйдем хотя бы вот здесь так вот у нас такой замечательный цветочек получился же сам по себе почти что кулончик давайте еще немножечко вот сюда пройдем следующую бисеринку бусиночку вернее теперь наша задача смотрите мы должны подняться вот один так как у нас получается в лепестке 9 бисеринок мы набирали 8 одна была общая и того 9 то мы должны подняться смотрите раз два три 4 и выйти вот здесь вот зайти в пятую вот пятая здесь у нас тоже остается смотрите раз два три 4 здесь 4 здесь 4 в каждом лепесточке мы будем заходить вот в эту пятую бисеринку ну чтобы у нас немножко был была задняя сторона красивые вот возьмем у меня так и вот зелененькие бисерин очки есть они почти что созвучные с зелеными бусинками и будем здесь смотрите делать то же самое 1 2 3 4 в пятую заходим еще разочек я сделаю а дальше я думаю вы сделаете это все самостоятельно 1 2 3 4 в пятую заходим мы встретимся сами когда мы оплетем полный круг серебряную и заходим дальше зеленую бисерин очку вот такой у нас получилось колечко теперь время наше пришло для вставления пуговицы тут надо очень аккуратно потому что дырочка получилось все-таки 16 но довольно наверно многовато было бы 15 идеально но так как нам нужны были четные то нужно просто аккуратненько так вставить и смотрите мы сделаем второй раз леской протянем чтобы закрепить наше колечко с обратной стороны я иголочка иду по второму кругу если немножечко падает подтяну и подтяну наше нашу лесочку окно все таки я его одолела вставила и по второму разу прошла теперь давайте мы наверное для такой красоты и может быть пущей стянутости пройдемся вот между зелененькими ставим по зеленой бисерин очки ну и давайте с вами встретимся когда закончим ну вот мы закончили оставлять зеленые бисеринки вышли из последней так плохо наводится резкость на всем блестящим и завязываем здесь еще узелочек для верности чтобы у нас уже нитка с этой стороны никуда не девалась теперь мы перейдем на оплетение на создание вот вот этой вот нашей этого кружева так сказать смотрите мы выходим вот в эту бисеринку вот сначала давайте зайдем вот сюда в эту сначала в белую и поднимаемся вот сюда вот вот в эту средненькую вот видите мы тут делали у нас вот здесь оставалась тоже не хочет наводить резкость вот одна бисеринка то есть смотрите мы заходим вот сюда вот вот сюда поднимаемся на 2 вверх так дальше смотрите что мы делаем наш берем зелененький наш камушек и проходим теперь в следующую нашу вот эту цепочку вот это наша цепочку следующую по ходу плетения проходим тоже во вторую бисеринку но вниз это наш камушек встал вот так на место теперь в следующую мы опять таки заходим вот смотрите раз два сюда вот вторая сверху проходим вот так вот вверх берем камушек берем камушек и в следующую вот здесь нашу вот эту бисеринку так это проходим вниз вниз одну вниз так и наш камушек опять становится вот здесь вот давайте я еще один раз покажу то есть следующий рядочек мы заходим опять смотрите вверх вверх то есть снизу заходим вверх вставляем камушек и проходим следующим вниз ну и так мы делаем до конца ряда ну и наш последний кристаллик одеваем иголочку поднимаем надеваем кристаллик иголочку опускаем опять иголочку поднимаем в следующем ряду и заходим в наш кристаллик который мы набрали самым первым ну и вот что у нас с вами получилось вот так наверное будет хорошо видно так дальше тут у меня такая возникла идея вот я делала вот такие белые жемчужинки у меня вот так как здесь получилось в оплетке 16 камушков то я подумала что может быть белые будет немножко тесновато у меня вот есть гематитовые черные бусинки уже чтоб совсем не повторяться мы попробуем сделать с такими бусинками дальше смотрите дальше проще простого что между зелеными бисеринками мы вставляем наши гематитовые бусинки ну вот мы дошли до конца одеваем нашу последнюю бусинку гематитовую и у меня у меня такая идея что нужно корону нам сделать не над зелеными бусинками как мы делали здесь над синими мы делали корону а я думаю что в этом случае уже совсем будет тогда и брошка отличаться наша сделать эту корону над черными нашими гематитовыми бусинками значит смотрите мы берем так как здесь получается что когда вот здесь эта бусинка она была утопленная и здесь хватало всего лишь трех бисеринок тогда получался такой острый уголочек здесь нам ну вот можно попробовать давайте наберем для начала посмотрим если мы возьмем пять что у нас получится мне кажется если просто взять пять то будет как бы болтаться вот смотрим и мы его так оденем и смотрите получается очень очень некрасиво поэтому я предлагаю сделать следующим образом мы берем четыре бисеринки и проходим над черным нашим кристаллом над черной бусинкой заходим в зеленые вот так вот получилось четыре тоже вроде бы три мало четыре много ну хорошо посмотрим вот так пускай будет делаем совершенно новое изделие поэтому опять проходим над черной бусинкой и так до конца ряда ну вот доплели мы до конца ряда и посмотрите какая у нас тут крокобяка получилась ну я думаю отчаиваться не стоит давайте попробуем над этим поработать заходим вот мы вышли из последней зеленой заходим мы в две бисеринки на короне на нашей одеваем одну бисеринку спускаемся вниз спускаемся вниз на две и заходим в следующие две бисерины и вот у нас смотрите стянулась наше звено одеваем одеваем одну бисеринку опускаемся на две вниз и проходим в следующие две одеваем одеваем проходим на две вниз и поднимаемся на следующие две то есть мы получается эту канву которую мы одели и которая болтается кое-как это все происходит что она болтается от того что довольно тесно бисеринкам и они ищут себе место кто-то пошел в ту сторону кто-то в эту но мы их вот таким образом видите приводим в порядок ну сейчас я доплету до конца ряда и покажу что получится ну вот смотрите я допрела до конца ряда и что у нас получилось получилось ну довольно симпатичная брошечка и ощущение такое что эти брошки сделаны по совершенно разным так сказать рецептам так просто блестит все что камера плохо наводит резкость тут мы с вами по живому буквально не промеряя предварительно размеров сплели эту брошку кулончик наш трансформер ну конечно для того чтобы сделать изделие красивое ровное нужно конечно немножко посидеть предварительно промерить размеры вот тут конечно бисер бусинки вот эти зеленые более мелкие и 16 штук их конечно может быть многовато на окантовку 15 было бы но 15 нам не подходит вот а сюда вот даже вставляя более мелкие черные бусинки чем вот эти белые тоже от того что этих здесь бусин получилось больше чем здесь то их получилось как бы даже многовато но в принципе получилось как будто бы неплохое красивенькое изделие ну я думаю вам все понятно если вам понравился мой мастер-класс ставьте лайки подписывайтесь на мой канал будем дальше экспериментировать и изобретать новые симпатичные красивые вещи на этом все до свидания всего вам доброго и